Привет! Благодарю подписчиков за то, что обратили внимание на очень интересный нож от компании Kershaw. Мне наш очень понравился. Шикарнейший автомат. Просто такой, знаете, восхитительно быстрый клац на уровне просто топовых автоматических ножей. Ну, по крайней мере, в моем каком-то представлении, понимании, скажем так, одни из лучших автоматических ножей, которые мне доводилось встречать, это были те же самые Hogue, это были те же самые Microtec. И, в общем-то, этот нож, скажем так, ну, я не вижу, чтобы он хоть чем-то, а протек еще был, да, тоже. В общем-то, все они достаточно интересны по-своему, но этот нож, ну, он весьма на уровне. И это тоже США, как и там, и причем здесь еще и более выгодная стоимость при вот этом вот прекрасном дизайне. Этот нож мне очень понравился. Действительно интересный нож. В общем, подписчики за него голосовали. Это Launch Auto 1 Blackwash. В общем-то, вот так называется модель. Нож действительно классный. По своему дизайну он какой-то такой, знаете, вот этот вот стелс какой-то напоминает, да, по чему-то, он такой-то весь черненький такой, вот это разве что красная кнопочка, такая немножко белая надпись. Какой-то у него такой очень интересный дизайн рукояти. Вот современный и в то же время удобный. То есть, мне этот дизайн, ну, очень по душе. В руку ложится прекрасно. Абсолютно отсутствует здесь какая-либо насечка, но здесь есть, в общем-то, такие вот выступы, которые, в общем-то, дают возможность ножу неплохо лежать в руке. И в целом, конечно же, приятно так он ложится в руку. То есть, каких-либо нареканий по эргономике у меня здесь нет. Приятно он сделан. Это анодированный алюминий на рукояти. Как вы можете видеть, в общем-то, получилось, ну, очень хорошо. Клипсы переставляются на две стороны, соответственно, слева-справа. Ну, в общем-то, вопросов здесь к этому никаких нет. Есть отверстие для темляка, которое находится вот здесь. Что-то не могу вам показать на просвет. Вон, слегка на просвет стало видно. То есть, вот здесь, получается, продевается темляк при необходимости. И тоже, я думаю, что это отверстие здесь было бы лишним. А в данном случае оно сделано очень и очень грамотно. Сам по себе клиночек довольно сложной формы. То есть, здесь есть разные углы, как видите. В общем-то, интересно сделан. Мне очень нравится это покрытие, потому что оно позволяет какие-то мелкие царапины, какие-то мелкие там, ну, следы эксплуатации, так скажем, скрыть, замаскировать. И в то же время оно такое черное, тактическое. И мне это очень и очень нравится. Нож используют здесь на чем-то, в общем-то, в общем-то, давайте вот так покажу. Порошковую сталь СПМ-154. Не стоит ее путать с 154СМ. Это, в общем-то, так скажем, продолжение, да, той же стали, насколько я это понимаю. Но это все-таки другая сталь. Если та сталь не порошковая, то здесь порошковая. Причем она избавилась от, так скажем, тех, ну, минимальных каких-то недостатков. Потому что 154СМ изначально, которую используют, в общем-то, многие производители, ну, очень часто бенчмид ее использует, как вы знаете, сталь сама по себе очень неплохая. И, в общем-то, она действительно зарекомендовала себя хорошо. Однако порошковая СПМ-154, она, так скажем, превосходит ту по практически всем там характеристикам, в том числе даже по пластичности, по в плане выкрашивания. Ну, в общем-то, удивительно, но этот порошок действительно удался. 58, 60 единиц закалка здесь по роквеллу. Что очень неплохо. Обух здесь у ножа 3 мм. В общем-то, это достаточно для данного ножа и в плане прочности, и в плане реза. То есть, здесь не какой-то такой бешеный по толщине обух, то для того, чтобы нож не резал. Сведен нож здесь тоже вполне адекватно в 0,3. И тут местами я замеряю, уже честно не помню, по-моему, ближе к кончику в 0,4 мм. Вот здесь, по-моему, 0,4, а практически весь нож в 0,3. То есть, это вполне такой резачок по сведению. Вполне хорошо он сведен. Опять-таки, сталь здесь очень приятная. Взводится клиночек. Ну, мне очень нравится. В общем-то, закрыть его одной рукой можно. Нужно будет немножко приловчиться. Но в целом, как бы он такой, знаете, вот здесь он уже не доводится, получается, автоматически. Но понятно, что его можно инерционно будет дооткрыть, если вдруг что. А вот здесь вот уже пошло где-то, ну, на половине его хода, да, вы можете видеть, получается, здесь используется пружина, которую вы взводите. Там она такая витая пружина. И в клинке есть прорезь, когда вы, в общем-то, ну, клиночек взвели. То есть, пружина вот там витая внутри. Она плоская, витая, она взведена. И получается, здесь у нас батон-лок, замок. Здесь у нас батон-лок, вон там его видно. Когда вы, соответственно, здесь нажимаете, вон, видите, сдвигается, в общем-то. Это я потому что придерживал клинок, получился какой-то скрип лишний. Сдвигается, получается, клиночек с упора своего. То есть, он здесь держится также кнопкой батон-лок. И, в общем-то, открывается. И теперь он также фиксируется кнопкой батон-лок. Не могу сказать, что батон-лок, замок ненадежный. Но в данном исполнении, так скажем, он не сделан как-то сверхмощно. Но он сделан, в общем-то, очень даже удобно. То есть, вы извлекли клиночек, нажали, весьма такой уверенный, четкий клац. И это радует. Клипса здесь вполне разумная. Я бы сказал, что мне эта клипса в целом нравится. Да, бывают клипсы немножко поинтереснее. Но, в целом, здесь неплохой подъем. Если будет чуть-чуть маловато, можно будет ее слегка подогнуть теми же плоскогубцами. Но, в общем и целом, этот нож не вызвал у меня каких-то серьезных нареканий по поводу именно самой клипсы. Она вполне неплохая. Понятно, что часть ножа здесь будет торчать из брюк. Но это все уже, так скажем, мелочи. В целом, мне понравился его дизайн. Реально понравился. Реально, этот нож, ну, почему-то я тоже его не замечал, особо не обращал какого-то такого на него своего особого внимания. Но, мне кажется, он очень удался. И, безусловно, самой сильной стороной является то, что у него дизайн. Да, у него много сильных сторон. Смотрите, у него классный дизайн. Ну, лично мне очень нравится. У него очень хорошие материалы. То есть, анодированный алюминий. Мне здесь титан и не нужен. Зачем мне добавлять какую-то лишнюю цену? Причем я разницы абсолютно не почувствую. Здесь анодированный алюминий на рукояти. И очень хороший порошок 154CM. 154CM, прошу прощения. CPM 154. То есть, это порошок. Очень даже хорошо. Опять-таки, вот это покрытие интересное. Опять, он автомат. И у него адекватная стоимость. То есть, по сравнению со своими конкурентами, я даже не знаю. Ну, может быть, можно что-то найти подешевле. Но, по большому счету, этот нож один из самых таких выгодных предложений, которые, в принципе, сейчас есть. С совокупностью характеристик. То есть, он просто, ну, буквально один из лидеров это точно. Боюсь сказать лидера, потому что надо анализировать, так скажем, прям выискивать всех-всех-всех конкурентов. Это довольно сложная задача, потому что ножей очень много, в принципе, существует. Но то, что он один из лучших по этому, так скажем, соотношению на данный момент, это точно. Мне кажется, очень удался. И вообще, компания Kershaw меня очень радует. Не то, чтобы в последнее время, но довольно давно начала радовать с моделей ножей Zero Tolerance. В данном случае тоже очень радует именно Kershaw. Потому что многие Kershaw, которые сейчас делаются в той же самой Китае. Там бывает иногда качество немножко гулять. Здесь же США и, ну, абсолютно никаких нареканий по качеству. То есть, вы видите, длин идеально по центру. То есть, вот это вот четкое открытие. Люфты, ну, очень маленький. Вот за самый кончик шатаю. Очень-очень-очень минимальный какой-то люфт присутствует. Практически, я бы сказал, что люфтов здесь нет. Сильная сторона, прям такой весь черный-черный-черный. Вот с этой красненькой кнопкой. Интересный. Ну, не знаю, мне лично понравился нож. Прямо я благодарен подписчикам за то, что проголосовали за этот нож. Вообще, считаю, что за все ножи, за которые проголосовали подписчики, они не просто удачные, они просто, ну, замечательные, так скажем. Извините меня, пожалуйста, те подписчики, которые проголосовали, и там, ну, некоторые ножи не набрали, так скажем, большого количества голосов. И сейчас я не мог привести там все, там, 50 ножей, за которые вы, в принципе, просили. Да, ну, такой возможности нет. Посмотрим. Может быть, в следующей партии ножей попрошу я компанию Reset.ru еще какие-нибудь ножи дослать из тех, что вы голосовали. Или мы новую голосовалку устроим. Вполне возможно, что это мы все повторим. Но все зависит, опять-таки, от того, насколько вы, так скажем, ну, положительно отнесетесь к тем обзорам, которые сейчас есть. То есть, если будет много, так скажем, положительных комментариев, каких-то там лайков под видео, просмотров, то, безусловно, мы это будем повторять. И, в общем-то, ножи по заявкам. Мне лично понравилось работать, так скажем, в таком ключе с вами. То есть, когда вы просите какой-то нож, именно голосуете. И я понимаю, что есть какая-то часть людей, которые уже, скажем так, желают этот нож прям увидеть на видео. Не там 1-2 человека из подписчиков, а там 10-20-30 человек, грубо говоря. Как минимум, это уже какой-то показатель. И я смотрю, ножи, ну, правда, классные. И причем, я же говорю, многие ножи не вошли сюда, в это число. Но я бы хотел их тоже увидеть. Ножи классные. В общем-то, будем в этом ключе, так скажем, развиваться и смотреть, что у нас получится. Спасибо компании Reset.ru. Без них это тоже не получилось бы. Безусловно, опять, я не могу, понимаете, приобрести такое количество ножей. У меня сейчас было на канале опубликовано там более 460 видео. Но пусть из них некоторые видео, допустим, пусть даже не про ножи. Но в любом случае, там больше 400 видео именно про ножи. Понимаете, если бы я приобретал каждый нож, допустим, даже при цене, там, ну, пусть 10 тысяч в среднем за нож взять, это было бы сколько, получается? 4 миллиона, что ли, получается, да, по деньгам. Ну, вы сами понимаете, насколько нужно, если приобретать, просто покупать эти ножи. Либо показывать вам несколько ножей, как бы иметь очень маленький, так скажем, канал, аудиторию и так далее. Здесь мы все-таки с вами общаемся более, ну, вот, на эту тему развернуто. И большое спасибо компании Reset.ru за то, что они такое участие принимают непосредственно и активное. Поэтому, пожалуйста, подписчики, в общем-то, определяйте, что вы еще хотите видеть. Ну, под этим видео не надо мне все писать, потому что я потом забываю, под каким видео вы что писали. Мне тяжело это найти среди общих комментариев. В общем, отдельно будет что-то на эту тему. Мы повыбираем с вами, вы просто сейчас, так скажем, думаете, что бы вы хотели посмотреть на моем канале. Большое спасибо. Действительно классные ножи. Ну, достойные, знаете. Вот приятно по ним поговорить и приятно вам что-то про них рассказать, потому что ножи действительно интересные. Я, кстати говоря, так же и с Reset.ru говорю. Если вы хотите, чтобы я, например, нож какой-то похвалил, да, ну, не присылайте мне какой-нибудь плохой нож. Давайте мы пришлем какой-нибудь мне хороший нож, и я, само собой, смогу его похвалить. Потому что, ну, есть хорошие ножи, которые хвалишь, есть не очень ножи, которые, в общем-то, стараюсь вам на канале и не показывать. Спасибо всем, всем удачи, всем пока.